Привет, зрители! Ставим лайк и поехали! Уверены, эта история не оставит никого равнодушным. Расставание – это всегда печально, даже когда речь идет не о людях. Немного грустно говорить прощай некогда идеальным джинсам, в которые уже не вмещается пятая точка – старым квартирам, городам или даже дереву, что годами росло под окнами дома. Но попрощаться можно красиво – так и сделала героиня этой истории. Когда коммунальные службы попросили женщину избавиться от старого кедра на участке, она сумела превратить его в кое-что полезное для всего района. Всем бы такую фантазию! Человеку свойственно тянуться к природе, особенно в век глобальных застроек и тотального бетонирования всего и вся. Неудивительно, что когда 20 лет назад жительница Вашингтона Сара Сандерс решилась на покупку собственного дома подальше от главных улиц мегаполиса, решающим фактором стали тенистые деревья вокруг. В частности, столетний кедр – красавец, росший прямо на участке. Несложно догадаться, как опечалилась хозяйка, когда спустя столько лет коммунальные службы попросили ее избавиться от старого дерева. По мнению коммунальщиков, кедр высотой в 36 метров представлял потенциальную опасность для проезжающих по ближайшей дороге автомобилей, особенно учитывая почетный возраст дерева – более 110 лет. Но грусть от вынужденного расставания принесла женщине вдохновение. Она позвонила известному в округе мастеру по дереву Ларри Картеру. Вместе они не просто спилились старый кедр, а оставили кое-что на долгую память о гиганте. Так в округе появилась самая необычная библиотека. Сара и Ларри превратили старое дерево в фантастическую резную избушку с книгами, взять почитать которые может кто угодно и совершенно бесплатно. В мини-библиотеке всего несколько дюжин книг из личных запасов Сары. Но и этого достаточно, чтобы соседи проявили к ней повышенный интерес, что очень радует домовладелицу. По ее мнению, люди стали все свободное время проводить, уткнувшись в гаджеты и совсем забросили чтение. А ведь оно так вдохновляет и тренирует фантазию. Эта история хорошее напоминание, что даже грустные события можно превратить во что-то светлое и полезное. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!